Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, все, кто причастен к созданию этой замечательной игры «Возвращение к себе». Эту игру я получила в подарок при покупке книги в новой версии «Предназначение быть женщиной». Изначально я прочла эту книгу, взяв подруги. А подруге дала почитать эту книгу сестра ее мужа. Вот такая цепочка добра. Книга мне очень понравилась, и я, конечно же, хотела купить ее себе. Но тогда ее еще не продавали, а потом пришло сообщение о том, что книга вышла в новой версии. И я, конечно же, с радостью ее себе заказала. А потом ко мне пришло сообщение на электронную почту о том, что я стала участницей игры. Это для меня стало большим сюрпризом и подарком в дню рождения. Самый первый день игры выпал на 7 декабря. Это день моих именин. А первый рабочий день, как я его называю, когда появилось первое задание, попал вообще на мой день рождения. Это для меня своего рода знак, что у меня начинается какой-то новый важный этап в моей жизни. Игра мне очень понравилась. Это действительно увлекательное путешествие. Таким говорящим названием возвращение к себе. Вспоминаешь себя. Открываешь свои хорошие, старые, давно забытые стороны. Открываешь свои новые стороны. Возможно, то, о чем никогда я не догадывался и не подозревал, что в тебе это есть. Все задания для меня были важными и нужными. Нет ни одного, которое бы мне не понравилось. Я их выполняла все с удовольствием. Больше всего мне понравилось задание «Самая важная встреча», когда нужно было в обнаженном виде рассматривать свое тело в зеркале. Оно вызвало во мне бурю положительных эмоций. Я даже не ожидала, что такое возможно. Я поняла, насколько красиво и прекрасно мое тело в том виде, в котором оно есть сейчас. И нужно просто помогать ему оставаться здоровым, красивым и бодрым, если это можно так сказать, еще долгие годы. Также мне очень понравились задания, когда нужно было рисовать карту своей жизни, представлять свой идеальный день. Это еще одно маленькое путешествие. Очень понравилось задание, где нужно было вспоминать свои сильные стороны. Это дополнительный стимул, помнить о том, что мы все прекрасны уже в данный момент и развивать свои хорошие качества. Еще мне понравилось задание «Привычка замечать хорошее», потому что, как правило, мы в жизни все время бежим, спешим куда-то. И, как правило, не замечаем то прекрасное и хорошее, которое рядом с нами, вот уже здесь и сейчас. Поэтому это задание тоже отлично помогает, скажем так, освежить свое восприятие, концентрироваться на добре, на хороших моментах. За время игры я достигла всех целей, которые я себе ставила. Я научилась расслабляться, я научилась не спешить, я научилась перестать беспокоиться по пустякам. Я научилась больше внимания уделять духовности, я стала больше молиться, я стала больше доверять Богу. А это своего рода тоже успокаивает и расслабляет, что для женщин очень важно. Я получила массу положительных эмоций от девочек. Все такие девочки замечательные. Читая их отчеты, я получала истинное удовольствие, как роман какой-то. Читаешь каждый день и просто погружаешься и понимаешь, каждая из них уникальна, каждая прекрасна. Спасибо вам большое, девочки, за поддержку, за внимание, за комментарии. Это было очень ценно. Мы сейчас создали отдельную группу и продолжаем общаться. Выражаю огромную благодарность вам, Ольга, вам, Алексей и всем создателям игры за такой чудесный проект. Всем-всем-всем рекомендую принять участие в этой игре. Спасибо вам большое. Удачи, процветания, море любви и счастья. До встречи. Продолжение следует...